давайте теперь посмотрим как все это применяется уже в нашей с вами практике непосредственно по нашим обязанностям звукорежиссерским и саунд-продюсерским и у меня вот здесь есть такой такая наглядная картинка и сейчас я все что мы с вами обсудили еще раз уже применительно к нашей ситуации расскажу итак у нас значит есть инструменты но либо вокалист либо инструменты неважно любые любой источник звука музыкальный который нам нужно запечатлеть мы его слышим как непосредственно сразу да напрямую нашим ухом но помимо этого наш этот звук проходит такой некий круговорот звука скажем так в студии назову его так и давайте теперь поясню то есть мы уже используя все знания которые я вам рассказал которые мы освежили с вами вместе давайте посмотрим так значит у нас как я уже сказал у нас инструмент любой из этих представленных рождает какой-то звук то есть например там литавры там рождают звук от пластика до от вибрации пластика по ним ударяю там гитара от струны саксофон там от духовых резонаторов и так далее да фортепиано тоже своих струн и далее все это снимается каким-то прибором либо это звукосниматели если брать гитару либо это микрофон да то есть если мы ставим микрофон и подзвучиваем барабаны подслучиваем фортепиано расставляем так микрофона чтобы максимально хорошо передать тембр инструмента то есть это именно те все вот эти гармоники обертана инструментов обертана это есть вот эти самые дополнительные гармоники которые показывал которые выше по спектру идут то есть когда у нас например ну вы помните я показывал нас основная частота например внизу где-нибудь там в районе 200 герц а вот эти все обертана и гармоники они выше по спектру там до 20 килогерц вплоть аж распространяются на разных уровнях и это как бы и передает тот самый неповторимый тембр инструмента поэтому задача звукорежиссера так подобрать микрофон кстати должен сразу сказать что у всех микрофонов еще свои свои чувствительности то есть разные диапазоны частот они чувствительны то есть конденсаторные микрофоны у них более широкий и более линейный частотный диапазон там у каких-то микрофонов больше там представлена середина то есть они более чувствительны в средних частотах и так далее да то есть это уже особенность микрофона и задача звукорежиссера подобрать грамотный микрофон и расположение этого микрофона чтобы этот звук снять до максимально естественно то есть максимально то как он как он звучит в комнате или в помещении, или то, как музыкант или продюсер хочет, чтобы этот инструмент звучал в его композиции. То есть это уже задача именно расположения микрофонов. Или если там работа со звукоснимателями, то подключение к какому-нибудь усилителю, настройки на усилитель такого звука, который нужен, и уже этим же самым микрофоном снимать уже с усилителя звук, то есть там с динамика усилителя снимать звук каким-то специализированным микрофоном, который лучше всего подойдет для конкретного типа инструмента для гитары, например, Shure 57 и так далее. Далее у нас сигнал с нашего микрофона или звукоснимателя поступает в преамп какой-то, то есть это может быть отдельный преамп, например, на микшерной консоли или просто прибор какой-нибудь, рэковый преамп, ламповый, например. Либо это может быть преамп, встроенный в звуковую карту, то есть если у вас там внешняя звуковая карта, как правило, наверняка там есть вход с преампом, где есть параметр gain, чувствительность, на котором мы, собственно, этот преамп, мы усиливаем наш электрический сигнал, который уже микрофон сгенерировал, да, то есть он принял акустические волны, звуковые волны, передаваемые по воздуху от инструмента, в мембране, вот здесь в мембране он их как бы понял, и вот эту вибрацию мембраны от этих воздушных потоков он передает в электрический ток, электрический ток по проводу, по кабелю, передает в преамп. В преампе этот электрический ток усиливается по тем или иным характеристикам, то есть к нему могут добавиться какие-то дополнительные гармоники, например, ламповые преампы, почему их так любят? Потому что они привносят свои дополнительные гармоники, то есть это так называемая сатурация, вы наверняка слышали про этот термин. Это и есть добавление к существующим гармоникам, абертонам нашего исходного инструмента, который ловится микрофоном, добавление к этим уже уловленным как бы характеристикам звука, добавление еще каких-то дополнительных характеристик, которые внутри электрической цепи какого-то прибора возникают. Именно поэтому существуют всякие уникальные приборы, да, о которых там многие говорят, что вот этот эквалайзер звучит там так, этот эквалайзер звучит так, этот компрессор звучит там более тепло, этот более холодно. Это все не пустые разговоры, действительно имеет место быть, потому что схемотехника этих приборов вносит свой вклад в этот электрический сигнал, который у нас поступает с микрофона, в него как-то что-то с ним делает, да, и отправляет дальше. Могут быть какие-то еще эффекты, то есть, например, при записи могут использовать те же компрессоры, те же эквалайзеры, вот здесь это таким вот hardware FX показано. Либо, может быть, сразу после преампа поступать на цифроаналоговый конвертер нашей звуковой карты, да, то есть цифроаналоговый конвертер, который, точнее, аналогоцифровой, прошу прощения, заговорка, именно аналоговоцифровой, то есть наша задача из аналогового электрического сигнала сделать нули и единицы, то есть сделать цифровые замеры, как вы помните, по частоте дискретизации и по битовости сделать замеры нашего аудиосигнала входящего, то есть сделать там либо 44 целых там одну сотую килогерца, одну десятую, точнее, килогерца сделать по частоте, либо 48 там, либо 96 килогерц, и битовый сделать там 16 бит или 24 бит, в зависимости от того, как настроен проект, который мы записываем, то есть как настроена, ну, секвенсер, да, который будет оперировать именно записью вот этого звука в файл на жесткий диск. Сейчас мы до этого дойдем, то есть у нас поступает вот этот аналогоцифровой преобразователь, и дальше по интерфейсу, то есть это может быть USB или FireWire или там Thunderbolt, то есть любой интерфейс, уже из звуковой карты это все передается непосредственно в компьютер, то есть секвенсер, а секвенсер, ну, то есть любой, да, Logic там или Cubase, там что угодно, он уже записывает эти цифровые данные в виде WAV файла или в виде там какого-нибудь другого формата, например, там AIF файла на жесткий диск, то есть в папку проекта на жесткий диск в виде цифры единиц в формате файла. Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересует быстрый старт изучения Logic Pro, аранжировка, сведение или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Вот. То есть, ну, я думаю, что это все понятно. Никаких проблем здесь, думаю, с понятием нет. То есть все очень легко. То есть у нас именно в аналоге цифром преобразователя все преобразовалось в цифры. И дальше все эти цифры по кабелю передаются в компьютер и пишутся на жесткий диск. Соответственно, секвенсер, естественно, это понимает и показывает нам в виде вот такой вот волны. То есть эти данные цифровые, которые у нас на жестком диске хранятся, показывают в виде волны, чтобы мы могли, ну, понимать, да, что это за звук, где у него там пики, где у него там провалы, где у него затухание звука, где атака и так далее. И далее, соответственно, после того, как мы со звуком уже внутри компьютера сделали какие-то изменения, там, смикшировали вместе с другими звуками, либо там наложили на него какие-то эффекты или еще что-то. И уже из секвенсера, когда мы в секвенсере здесь уже все сделали, что нам нужно со звуком, уже общий звук, общая стереосумма, то есть именно стерео, да, сигнал, левый, правый канал, у нас поступает обратно по этому же там USB кабелю или по FireWire кабелю или Thunderbolt, обратно поступает на аудиоинтерфейс, то есть на нашу звуковую карту. И в аудиоинтерфейсе это поступает уже на цифроаналоговый преобразователь, который из цифровых вот этих вот значений, единицы нулей, преобразовывает все обратно в электрический сигнал. И этот электрический сигнал у нас, например, подается на там усилитель для наушников, который тоже может быть отдельным внешним или встроенным в вашу звуковую карту. И уже к этому усилителю наушников мы подключаем наши наушники или там, не знаю, мониторы, да, ну неважно, да, то есть выходная, короче, секция нашего интерфейса. И уже там наши акустические приборы преобразовывают вот этот электрический сигнал в, собственно, звуковые волны, то есть именно в воздушные эти потоки, воздушные волны, то есть которые мы с вами видели вот здесь на этой картинке. Ну, то есть я думаю, что это все понятно. Я так просто специально все подробно разжевываю, чтобы уже не было никаких вопросов ни у кого не осталось. То есть это так называемый такой круговорот звука в природе. То есть мы наш исходный звук, реальный звук, акустический записываем, прогоняем через всю эту цепочку, оцифровываем. Далее там к нему какие-то цифровые изменения привносим там с помощью плагинов, с помощью там какой-то редакторской деятельности, с помощью микширования с другими инструментами и так далее. И дальше мы этот звук уже такой гибридный, измененный цифровой обратно конвертируем в электрический сигнал, который уже с помощью наших наушников, наших мониторов конвертируется обратно в звуковые волны, в воздушные волны, которые мы уже воспринимаем опять-таки нашим ухом. То есть мы можем вот так слышать звук с инструментов и благодаря современному качеству дискретизации сигнала и замеров и записи на жесткий диск, мы вот через, пройдя через вот эту цепочку, в принципе, слышим тот же самый звук. Может быть он там в чем-то не такой же естественный, как, ну, реальный естественный звук инструмента, но мы его во всяком случае узнаем, мы никогда не спутаем. Там записанный звук саксофона с там звуком гитары, да, потому что, ну, в современном мире, на современном уровне развития звуковой техники качество записи достаточно хорошее даже в бытовых каких-то домашних условиях, не на профессиональных студиях. То есть можно хорошо записать голос на дешевый микрофон там за 200-300 долларов, если ты умеешь им пользоваться, там иметь какую-то скромную звуковую карту. Ну, то есть это как бы возможно. То есть понятное дело, что нет предела совершенства, всегда можно вкладываться в аппарат и покупать там какие-то дорогие приборы, дорогие звуковые карты, там микрофоны и так далее. И звук будет, конечно же, от этого только выигрывать и будет еще более как бы естественным и близким к тому, каким он был изначально. Но в любом случае, как бы, мы все равно получаем этот же звук, просто проведенный через такую вот цепь эффектов и с возможностью нашего воздействия на этот звук. То есть мы можем его там добавить реверу, мы можем добавить distortion, добавить какие-то другие эффекты, что угодно, и уже воспринять наш звук в измененном виде. То есть именно для этого и нужна оцифровка сигнала, потому что с цифровым сигналом работать и редактировать гораздо проще, потому что всегда есть возможность что-то там сохранить, порезать, скопировать, размножить и так далее и тому подобное. То есть когда, например, раньше не было цифрового звука, там в 60-е, 70-е годы работали там с аналоговым звуком, то есть возможности было поменьше, то есть уже, например, там, если вы что-то перезаписали на пленку, уже обратно откатиться было невозможно, если вы не сделали дополнительной копии, ну и так далее и тому подобное. То есть все вот эти моменты. Именно поэтому индустрия музыкальная перешла в цифровой вид, потому что это гораздо дешевле, это гораздо надежнее, это гораздо стабильнее. Есть свои минусы с точки зрения там естественности, потому что, как я уже еще раз говорил в предыдущем уроке, у нас то, с чем мы работаем, это всего лишь слепок реального звука. Это не реальный звук, это его как бы слепок в виде цифровых значений. Поэтому, конечно же, слепок, ну, в чем-то будет, конечно же, уступать реальному звуку, это понятно. Но те возможности, которые нам дают эти слепки и работа с ними, конечно же, выигрывает там на фоне каких-то там потерь, какого-то супер качества. Хотя, если работать там в больших частотах, то есть 96 кГц, а то и некоторые даже в 192 иногда работают, но, правда, это редко встречается, но бывает, то там, конечно, для нашего слуха заметить какие-то изменения относительно реального аналогового сигнала практически нереально, потому что, как я уже говорил, возможности нашего слуха достаточно ограничены. И, ну, как бы, зачем нам больше, когда нам достаточно и того, что нам предлагают эти частоты дискретизации. Поэтому это все достаточно понятно, я думаю. И теперь вы прекрасно понимаете, как именно работает цифровой звук, для чего он нужен, откуда он берется и как вообще все это устроено. То есть все достаточно просто, все достаточно логично и достаточно легко. И теперь, ну, зная все это, вы, я думаю, что более осознанно будете к каждой стадии прохождения звука относиться и больше понимать, если что-то идет не так или наоборот все хорошо, будете понимать, что именно и как происходит. Итак, ну, я думаю, что здесь на этой теме тоже все понятно. Давайте двигаемся к следующему видео.